Календарь событий будущей недели. Внимание на Европейский Центральный Банк и процентную ставку в еврозоне. Вторая неделя сентября обещает быть достаточно спокойной, важных событий ожидается немного. Но все затмит четверг. Особое внимание следует в четверг уделить важным, можно сказать, историческим новостям из еврозоны, а также существенным новостям из США. Для россиян наиболее важным днем недели будет среда. А теперь об этих и других событиях подробнее. Понедельник. Понедельник 9 сентября начнется с выхода в Японии данных по темпам роста ВВП за второй квартал 2019 года. По прогнозам аналитиков в годовом исчислении рост японского ВВП во втором квартале ускорился до 2,1%. По итогам первого квартала японская экономика выросла только на 1,8% в годовом выражении. А в квартальном исчислении рост за второй квартал составил 0,5% по сравнению с первым кварталом. В то время как в первом квартале рост по сравнению с четвертым кварталом составлял только 0,4%. Наш прогноз по динамике курса японской иены к доллару США находится в диапазоне 106-107 иены за доллар. Вторник. Во вторник, 10 сентября, наиболее важным событием станет публикация данных по рынку труда Великобритании. Выйдут данные по среднему уровню безработицы за май-июль. Средним темпом роста заработной платы с учетом и без учета премий также за май-июль. Напомним, что в апреле-июне средний уровень безработицы в Соединенном Королевстве составлял 3,9% трудоспособного населения. И, скорее всего, в последующем периоде он не изменился. А темпы роста зарплат с учетом и без учета премий выросли, соответственно, на 3,9% и 3,7% в годовом исчислении. Для многострадального британского фунта стерлингов в текущем году намного важнее новости, связанные с Brexit, чем статистика, которая, скорее всего, больших сенсаций не принесет. Тем не менее, мы полагаем, что с учетом опубликованных во вторник данных курс британского фунта к доллару, может показать движение в рамках 1,22 – 1,23 доллара за один фунт стерлинга. Среда. В среду, 11 сентября, наиболее важным событием станет публикация расстатом данных о внешней торговле России в июле. В первую очередь, о величине сальдо торгового баланса за июль. По прогнозам, рынка положительное сальдо торгового баланса РФ в июле могло сократиться на 12% по сравнению с июнем и составить 11 млрд долларов США. Если прогноз сбудется в краткосрочном аспекте, рубль может ждать небольшое движение вниз. Ожидаемая нами динамика курса доллара к рублю на следующей неделе может составить 65,8 – 66,5 рубля, а курса евро к рублю – 72,3 – 73,1 рубля. Четверг. Итак, мы добрались до важнейшего дня недели и, возможно, всей осени 2019 года. В четверг, 12 сентября, в 14.45 по московскому времени, Европейский Центральный Банк огласит свое решение по процентной ставке. А решение может стать по-настоящему историческим. Впервые с 2016 года Европейский Центральный Банк может решить снизить базовую процентную ставку, находящуюся в настоящее время на нулевом уровне. Прогнозы международных экспертов разнятся. Одни ждут снижения на 0,25% до минус 0,75%, другие – более радикального снижения до минус 0,4%. На таком уровне сейчас находится ставка по депозитам в еврозоне. В любом случае, Европейский Центральный Банк объявит с высокой вероятностью о мерах по стимулированию экономического роста в еврозоне, особенно на фоне замедления темпов роста экономики в крупнейших развитых странах Европы. В 15.30 по московскому времени начнется пресс-конференция руководства Европейского Центрального Банка, проясняющая дальнейшую позицию европейского регулятора по вопросам монетарной политики. Скорее всего, после объявления решения Европейским Центральным Банком мы увидим курс евро к доллару в интервале 1,01 – 1,05 доллара за евро. В середине дня в США выйдет статистика по инфляции потребительских цен за август. Рынок ожидает, что в августе темпы годовой инфляции не изменились по сравнению с июлем и остались на уровне 1,8%. Если августовские темпы инфляции окажутся хуже прогнозных, это может негативно повлиять на курс американского доллара к мировым валютам. Пятница Пятница, 13 сентября, окажется более спокойной после бурного четверга. В середине дня в США будут обубликованы данные по розничным продажам за август. По прогнозам консенсуса по сравнению с июлем, темпы роста розничных продаж в августе замедлились с 0,7% до 0,3%. Как о срочном аспекте, эта статистика, если прогноз оправдается, может быть негативной для доллара. Продолжение следует...